Его истинный интерес. Этот расклад мне попросили сделать. Расклад простой, но очень информативный. Сейчас вам покажу этот расклад, кому нужен точно такой же расклад. Если вы запутались в своих отношениях и не понимаете чувства своего избранника, пожалуйста, обращайтесь под видео. Есть всегда мои контакты с вами на связи, кстати, Викана. Еще раз могу об этом сказать. Его истинный интерес. Все, что покажу сейчас, что покажут карты, так оно фактически и выйдет. Возможно, это знаковый расклад, а может быть, это показательный расклад. Кому это выйдет, как? Его истинный интерес. Вы знаете, аркан отшельника. Человек, который уже к вам привык, который вас изучил, который уже принимает вас со всеми плюсами и со всеми минусами. Но аркан отшельника все показывает человека, который долго изучал свою женщину, но пока еще держит расстояние. Почему? Потому что ему важна своя свобода. С таким человеком очень сложно строить отношения. Он вроде мудрый, вроде хороший, вроде со всех сторон. С ним можно поговорить, да? С ним надежно, рядом, спокойно. Но он почему-то держит дистанцию. Почему? Потому что такого человека женить, как говорится, дали создать семью, очень сложно. У него свой взгляд на мир и свой взгляд на отношения. Поэтому часто бывает непонятным. Но интерес у него и есть. Он хочет вас еще изучать дальше и дальше. Но только до каких пор вас изучать? Все равно, как говорится, ничего нового уже не проявится. Вы такая, какая вы есть. Его мысли, давайте посмотрим. Очень скрытный, не любит делиться своими мыслями. Все держит в себе, да? Но к сердцу уже прижал. Знаете, как говорится, прижал и не рядом, но и не отпускает, как я всегда говорю. Его мысли о вас тайные, сакральные. Есть даже какие-то фантазии, которые он вам не может открыть. Но на самом деле вы уже прижились в его сердечке. Его мысли часто его посещают о вас, да? Вы уже желанный, близкий человек для него. Его чувства. А вот чувства, к сожалению, он не чувствительный человек. У него вот именно в этом раскладе, именно у этого вот сейчас персонажа, который мы рассматриваем именно в этом раскладе, он гонит от себя все чувства, хотя, видите, он скрытный. В душе все есть, а на показ он их не выставляет. Такое чувство, что он боится своих чувств, боится так, как отшельник. Он боится, знаете, что его свободой будет кто-то распоряжаться. Поэтому часто он чувства не хочет допускать свои, не давать им волю. Понимаете, даже часто иногда может вести себя, может быть, грубовато, да? Может быть, говорит, да, я такое, какое есть, я еще не готов к чувствам, да? Есть такое. Почему? Потому что сразу говорю, когда мы видим отшельника, мы понимаем, что человек живет своей жизнью. Такие люди иногда даже под старость, даже это одни остаются, либо у них несколько браков. Вот такое мы здесь видим. Но чувства его закрыты. Он сам боится своих чувств. И боится, чтобы вы к нему очень сильно привязались. Он этого тоже боится. Он боится привязок. Его действия в вашу сторону. Опять карта сожаления. Мои дорогие, я всегда говорю правду. Вот все, что вижу, то и говорю. Никогда не приукрашиваю. Если такой вот не очень красивый расклад, я все равно его покажу. И так я всегда своим клиентам всегда так рассказываю. Никогда не приукрашиваю. Лучше знать правду. Его действия. Все, что он хочет делать и будет делать, будет для вас, к сожалению, пока бесполезным. Почему-то все, что вы хотите от него, он вам не дает. Такое чувство, что все пролетает мимо. Говоришь ему, а он вас не слышит. Да? Вот такое чувство, что вы разговариваете со стеной. Я тебя не слышу. Просишь одно, а он делает другое. Почему? Потому что по аркану отшельника, повторяю, человек живет в своем мире. Этот человек, знаете, убертый материалист. Я сказал, так и будет. Поэтому, знаете, его действий можно и не ждать. Потому что даже все, что он сделает, знаете, как слон посудной лавки, сделает не так, как нужно. Может быть, самой лучше проявлять инициативу и направлять его. Кто ждет встречи? Состоится ли встреча? Давайте посмотрим. Я не вижу. Я буду рассказывать по одной карте. Если вы видите, я достаю по одной карте. Знаете, почему не состоится встреча? Пока скоро она не состоится. Может быть, месяца через три она будет. Но сейчас, пока я ее не вижу. Потому что мы видим тройку. Мы видим еще одну женщину, которая имеет виды на этого мужчину. Либо что-то сделано на то, чтобы он с вами не встречался. Либо он женат. Либо он женат. И поэтому также мы здесь видим любовный треугольник, разбитое сердце. Вот именно поэтому встречу пока в течение, давайте даже скажем так, трех дней, например, да, кто часто встречается, трех недель, трех месяцев, да, вот встреча состоится только в этот интервал. Может быть, в течение трех дней, трех недель, либо трех месяцев. У кого как это проиграется. Но здесь точно замешана еще одна конкурентка. А также спрашиваем. Вот у меня есть такой вопрос в этом раскладе. Есть ли кто-то, кроме жены, либо другой женщины, если мужчина женат, и либо просто идти в свободе? Давайте посмотрим. Есть, конечно же. Есть. Туз Кубков за ним. Наблюдают его. Держат, как говорится, под прицелом. Им управляют. Он даже сам этого не понимает. И вот даже в эти действия сейчас открывается дальше расклад. Что, почему он так себя ведет. Во-первых, он упертый материалист. Он дорожит своей свободой. А во-вторых, он под колпаком. Видите, разбитое сердце. Четкий любовный треугольник. Туз Кубков нам подтверждает, что есть человек, ваша конкурентка, который четко следит за вашими отношениями. И она тоже 50% вкладывает в свою лепту. Она не дает развиваться в вашем отношении. Туз Мечей, видите, здесь стена. Между вами стоит стена. Почему он гонит эти чувства? Почему? Потому что между вами и им ставят стену. Также здесь Туз Мечей. Расклад всегда открывается. Далее Туз Мечей всегда понимает, что почему-то ваше отношение находится под тузом Мечей. А разрубает кто-то эти отношения. То ли в его сердце, то ли кто-то действует. И чем дальше мы видим расклад, тем понимаем, почему. Встреча будет, но она будет не так скоро. И да, и есть женщина, и есть конкурентка. И перспективы вашего общения. Стоит ли тратить на него время? Вообще в принципе, что дальше ждать? Опять мы видим женщину, которая может разрушить ваши отношения. Вот такие перспективы. Вот стоит она между вами и стоит. Мешает и мешает. И применяет магию. Потому что королева жезлов в колоде Таро – ведьма. Самая натуральная. Либо женщина, которая обладает магической способностью, но сама об этом не знает. И каждый ее жест, каждое слово излучает некую энергию. И ничего с ней не поделать совершенно. Поэтому в принципе, вот видно, что ваше отношение, перспективы в ваши отношения, вот в вашей перспективе будет все время вмешиваться третий человек. Давайте еще одну карту достанем все-таки. А даже еще одну. Вот видите, если вы захотите за него замуж, либо создать с ним какие-то наши отношения, он будет остановлен, четверка мечей. Опять, видите, три меча у него над сердцем висит. И один меч – это к вам. Все-таки есть отношения. Как я сказала, вы у него глубоко в сердечке, вы запали к нему сердечко. Но, к сожалению, семья с вами для него пока недостижима. В принципе, надо смотреть дальше. Что же будет дальше? Можно ли справиться с этой женщиной? И что делать? И как этого отшельника, все-таки, который к вам уже привык, испытывает чувства, но прячет их от себя и от вас. Что же с ним делать дальше? Но это уже тема другого расклада. В принципе, если у вас есть такой мужчина, с каждым мужчиной, потому что рождены люди под разными звездами, в разные каноны нашей, кажется, Вселенной. У всех свои разные миссионные, как я говорю, миссии, показания. С каждым мужчиной нужно разбираться отдельно. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Если вам нужен такой расклад, вот именно такой, я для вас его сделаю. Узнавайте условия и обращайтесь. С вами на связи была Викана.